Эта история случилась на Филиппинах, когда в декабре житель Манилы, возвращаясь домой после работы, заметил возле заброшенных труп маленького котенка. Он был очень грязным в ранах и настолько худым, что еле держался на ногах. Котенок очень громко звал на помощь, его мяуканье даже не мог заглушить грохот проезжающих мимо машин. Малышу очень срочно нужна была помощь. Когда мужчина приблизился к котенку, тот заплакал еще громче. Малыш всем своим видом показывал, что ему очень хочется кушать. Сердце мужчины растаяло, и он забрал котенка к себе домой. Семья, в которую попал котенок, сразу его приняла и начала кормить кроху. Но стало понятно, что котенок был худым не только из-за длительного голодания. Врач диагностировал у кота множество паразитов. Прописанное лечение начало помогать котенку уже на третий день. Уже за несколько дней котенок мог самостоятельно кушать и набирать вес. Уже через неделю у него было столько сил, что он мог играть очень долго. Малыш оказался еще тем проказником и озорником. Котенка назвали Келланом. Он отлично поладил с тремя котами, которых тоже в свое время спасли от уличной жизни. Уже через две недели пребывания в новом доме котенок полностью освоился и хорошо зарекомендовал себя. Малыш очень изменился и постепенно начал превращаться в красивого молодого котика. Первое время семейная пара хотела вылечить котенка и отдать его в приемную семью. Но пока оставили малыша на ноги, настолько сильно к нему привязались, что не могли его кому-то отдать. Малыш был очень дружелюбным и ласковым и в живущих в доме котах нашел настоящих друзей. Вот уже почти три месяца котенок живет в новой семье. Теперь он стал красивым молодым котиком. Он красив, здоров и полон энергии. Сложно даже поверить, что еще совсем недавно Кэллан был похож на живой скелет.